В рамках проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» на этой неделе по всей стране проходят совместные мероприятия с МЧС России, направленные на повышение культуры безопасности и профилактику травматизма несовершеннолетних в период летних каникул. Такой урок безопасности состоялся и для детей профильного класса Центра образования номер 11 города Черкеска. Фатима Даурова продолжит тему. Впереди долгожданное лето, а значит, вероятность возникновения травматических ситуаций, связанных с детьми, выше. Поэтому решение проводить совместные уроки, направленные на просвещение детей, их родителей по теме безопасности, весьма актуально. Ещё до прихода детской аудитории спасатели готовят наглядный рабочий материал, с которым собираются близко познакомить ребят. Аварийно-спасательные инструменты, то есть гидравлические аппараты, пневматические аппараты, шансовые инструменты, всё, что есть в наличии данной автомобильной спасательной машины, всё покажем. Аварийно-спасательные автомобили оснащены самыми передовыми средствами спасения. Тут каждая единица спецоборудования разложена по своим местам для удобства обозрения и представления технических возможностей. И пока ждали ребят из подшефного МЧС-класса, проходящие мимо детки решили стать первыми зрителями импровизированной уличной экспозиции. И вот ребята в фирменных пилотках цвета морской волны и оранжевых беретах, присущих основным элементам гардероба сотрудников МЧС, заполнили площадь и выстроились в ряд, готовые к интересному показу и рассказу. Спасатели сначала коротко ознакомили детей со спецификой работы каждого оборудования, а затем с соблюдением правил безопасности от теории перешли к практике. Дали возможность ребятам самим примерить на себя работу спасателя и сладить с техникой. Детей больше всего заинтересовала демонстрация возможностей комплектов гидравлического аварийно-спасательного инструмента, пневмопластырей, набора слесарного и шансового инструмента, ну и, конечно же, средства индивидуальной защиты дыхания и кожи. В очередь за примеркой противогазов выстроились практически все. На занятии по безопасности ребятам также напомнили основные правила, которые должен знать и соблюдать каждый ребенок. Это правила безопасности на воде, обращения с электроприборами, пожарной безопасности. Для детей были показаны работы таких агрегатов, как гидравлический аварийно-спасательный инструмент, работа насоса, а также огнетущих пожарно-технических средств, как огнетушители различной модификации, порошковые, углекислотные. Детям также мы рассказали о том, что нельзя делать и что делать в случае, если произошел пожар. Конечно, всегда интересно попробовать самому, наблюдать интересно, но когда ты щупаешь и сам оказываешься на месте спасателя, пусть даже в игровой форме, это очень впечатляет и вызывает особый интерес к дальнейшему развитию, более глубокому познанию данной отрасли. И судя по реакции детишек, увиденное оставило яркие впечатления, а правила безопасности выучены наизусть. Это было здорово! Фатима Даурова, Мухаммед Ашубоков, Вести, Карачаево, Черкесия.